ПО РЛЕВУ ФРАНЦИИ ВСЯ СУТЬ СБОРНЫЙ ФРАНЦИИ В ТРЕХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 14 МЕСТО ПО ВЛАДЕНИЮ МЯЧОМ 18 МЕСТО ПО УДАРАМ 24 МЕСТО ПО УДАРАМ ИЗ ПРЕДЕЛОВ ШТРАФНОЙ И конечно же самый дорогой состав на чемпионате мира по версии Трансфермаркт Дидье Дешама это нисколько не парило После неудачного старта с Австралией тренер поменял схему Турнир команда начинала с тройкой нападающих Дембеле, Мбаппе и Гризманом Со второго матча тренер перешел на прагматичные 4-4-2 и отправил Киллиана на правый фланг Во всех шести оставшихся матчах Франция отдавала мяч и бросала Мбаппе в контратаке Тинейджер специально недорабатывал, чтобы убежать в быстрый отрыв И располагался очень высоко Сбалансировал игру Дешам за счет левого фланга Там он использовал либо Толиса, либо Мэтюиди Они действовали чуть ниже Все логично, оба лучше защищаются, а в клубах вообще играют центральных полузащитников Благодаря такому балансу у своих ворот команда позволила создать всего 4 явных момента за весь турнир В их число вошли ошибка Льюриса в финале и пенальти в первом матче против Австралии С игры соперники создали за 7 матчей только один явный момент И тот был у Агуэро в компенсированное время В финале Дешам сделал еще один ход, заслуживающий уважения Поменял Нголо Канте Опорник провел худший матч за последние несколько лет Нарвался на желтую, трижды сфалил и пасовал с точностью 55% Выход Нзонзи развязал руки Погба В первые 55 минут он сделал 14 передач В оставшееся время на 7 передач больше Франции безусловно повезло Каждый четвертый ее удар завершался голом Это невероятные цифры В среднем команды реализуют каждый десятый удар По меркам своего состава они тоже выдали серую игру Но Дешам добавил ей нужный чемпионский оттенок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова